Всем добрый день! Я приглашаю вас ко мне в гости в мое новое видео. Сегодня будет очень насыщенный влог, мотивирующий. Буду наводить порядок и уют в доме. Планирую выехать в город, ну так как у меня сегодня будет массаж, я записана. И заодно хочу заехать за разными покупками. Планирую запасы пополнить, ну во-первых, всяких расходников. Поэтому хочу заехать в фикс прайс. Также мне пришла посылка с Фаберлик. Заеду за продуктами, нужно немного пополнить холодильник. И еще заеду на Валберис. Также мне пришли там товары для дома, для чистоты в доме и для уюта. Так что сегодня будет мотивация. Возможно, кому-то она поможет настроить себя на домашние дела. Будет большая распаковка разных товаров и продуктов. В том числе, давайте вместе приводить свой дом в порядок. Наводить там чистоту и красоту и уют. Ну или просто наливайте чаек, кофеек и вместе проведем хорошо время. Ездила сегодня на массаж. Заехала в фикс прайс. Нужно мне было купить кое-какую, то какие расходники. Ну и, конечно же, не могла пройти мимо цветочков. Но это прям моя слабость. Какие-то красивые искусственные цветы. Посмотрите, какая красота. Очень красивые, очень-очень. Там еще был один цвет, какой-то бордовый, я не стала брать. Взяла вот в белом цвете и сиреневом. Очень красивые. Сделаны обалденно. 149 рублей. А я думала, честно говоря, там же, как обычно, ценников миллион. Не разберешься, что к чему относится. Я почему-то думала 79 рублей и нахапала. 149 рублей. Но они качественные сделаны. Очень красивые. Так, цветочки. Дальше. Всегда беру там пакеты для мусора. Вот эти сиреневые с завязками. Самые классные. И цена 59 рублей. Дальше. Пополняю запас ватных дисков, которые заканчиваются. Целую кучу набрала влажных салфеток. Тоже от Конты. Вот, если вы обратили внимание, да, от Конты. Хорошая фирма. Хорошая у них продукция и бюджетная. Вот эти салфетки просто обалденные. Вот уже сколько лет беру, только их. И они бывают в зеленой такой упаковочке, Котты. И вот в розовой. Беру и вот такие большие. Большую упаковку. С хорошей крышкой. В санузле кладу. Использую по разным значениям. Что-то где-то там подтереть, вытереть быстренько. И в гигиенических целях. Хорошие, классные. И стоят 99 рублей. Ну, вообще халяло. 130 штук. Дальше взяла две белевские пастилы. Тоже всегда, когда бываю в фикс-прайсе, всегда их беру. Мы любим. Очень вкусная. И она там самая-самая бюджетная цена. Без добавления сахара. Ну, вкусная. Вот. Еще взяла про запас. Тоже очень редко. Но бывает, что прям в охоточку с удовольствием ротом. Дальше. Это вот новинки. Ну, по крайней мере, я не видела таких раньше в продаже. Дюжи мне прям понравились. Классные цвета. Сейчас распечатаю и покажу вам. Губки. Пеноэффект. Латте. И здесь. Капучино. О, класс. Латте и капучино. Ой, я очень довольна. Латте, что как раз попало и были в наличии таких красивого цвета губки. Потому что я даже один раз покупала на Валберис. Потому что в фикс-прайсе почему-то давно у нас, по крайней мере, в городе нет вот таких каких-то нейтральных красивых цветов губок. Все разноцветные. А я такие не хочу. Уже как-то отвыкли и режут глаз. Очень красивые. 55 рублей, по-моему, стоит пачка. Сколько стоит? Сейчас посмотрю. Губки для посуды. 59 рублей за 5 штук. Отличная цена. Отличные губки. И просто невероятно красивый цвет. И еще вот большие упаковки. Это туалетная бумага. Папия. Три слоя всегда беру. Она, как бы, ну, более-менее цена-качество. Вот, ну, мне больше всего нравится. И тоже Папия. Три слоя бумажные полотенца. Четыре штуки. Вот. Ну, вот такая небольшая закупка. Но, тем не менее, чек вышел на 1562 рубля. Ну, прежде чем раскладывать свои запасы по местам, нужно навести порядок мне в санузле. И параллельно на фоне уборки я отвечу еще на несколько вопросов, которые вы, мои зрители, задавали мне под видео. Было несколько вопросов, ну, примерно одинаково звучащих. Это откуда я родом, из какой семьи и кто мои родители. Родилась я в далеком 1981 году в Брянской области. Такой небольшой районный городок Унеча. Может, кто-то из вас и слышал о нем. Хотя, наверное, вряд ли. Практически на границе с Белоруссией. Как я там жила, этого я не помню, потому что примерно, когда было мне полгода, мы переехали на постоянное место жительства, на родину моего папы. Это деревня в Воронежской области, 200 километров на юг от города Воронежа. Так что мое детство и юность прошли в деревне. Мы жили в частном доме сначала с бабушкой, ну, то есть, можно сказать, в ее доме. А затем родители построили дом, большой дом, просторный. Но там уже через несколько лет я уехала учиться в Воронеж в институт. Так что в этом большом просторном доме, где была моя, появилась моя комната, я практически уже и не жила. Ну, а затем после окончания института я вышла замуж и уже тоже туда не вернулась. А переехала жить вот в город Лиски, где сейчас я и живу. Родилась и росла я в полной семье, в благополучной семье, в работящей семье. Всегда было очень много работы. Воспоминания из детства такие, что родители всегда, постоянно и зимой, и летом очень много работали. Ну и, конечно же, мы дети тоже вместе с ними. Но зато мы всегда жили хорошо. У нас всегда было много вкусной еды. И всегда мы ходили нарядные, хорошо одетые. Ну, по тем временам и по тем меркам возможностям. Сколько я себя помню, у нас всегда была машина. Питание было хорошее и разнообразное по нескольким причинам. Ну, насколько я сейчас могу сделать вывод. Ну, во-первых, у нас было домашнее хозяйство. Мы выращивали никогда на продажу, не выращивали только для себя. Но было разнообразие всего понемножку. Это куры, утки, гуси, свиньи, корова, была всегда молочка. Бабушка всегда делала сливочное масло, да там творог, сметану, сливки. Ну, а, соответственно, из этих продуктов тоже делались вареники, блинчики. Когда резали поросенка, то мы с мамой делали всегда огромные заготовки. Она меня к этому привлекала. Ну, и, честно говоря, мне было, наверное, интересно. Я сейчас делаю выводы, что я не носилком это делала. Мы делали всегда колбасу. Она вот эти вот кишки, извините за подробности, сама все там вымачивала, чистила, что-то там с ними делала. Потом мы делали нарезку. Была разная колбаса, кровянка, и из ливера, ливерная колбаса, и такая мясная колбаса. Это все вручную нарезали, там добавляли чеснок, специи, начиняли, сушили на печке. Ну, что раньше у нас было в моем детстве, ну, и в юности, в такой ранней юности, печное отопление в бабушкином доме. Затем делали рулеты какие-то из пузины, да, из вот этого вот тонкого сала. Потом она желудок тоже начиняла, варила как-то голову свиную, там что-то тоже мудрила, да, с ней добавляла какие-то специи, начиняла желудок свиной, делала под пресс. А еще отец держал пасеку, небольшую, но для себя. Всегда был свежий, вкуснейший мед. И он еще был охотник, поэтому у нас еще и было всегда вот такое вот дикое мясо, и в общем, ну, это очень вкусно и разнообразно. Особенно по тем временам, да, вот эти 80-е, 90-е годы, когда в магазинах-то особого разнообразия и не было. Ну, еще мама работала в деревне, в магазине, он назывался промтовары, ну, и, соответственно, она имела небольшие привилегии и взаимовыгодные такие дружеские отношения с продавцом в магазине продукты. Ну, и третье, что мама всегда интересовалась готовкой, она это любила. Я думаю, что я в нее в этом вопросе. Всегда старалась что-то придумать новенькое, вкусненькое. У нас всегда было наготовлено дома всякой еды. Потом уже я ей помогала и многое готовила. Она говорила так, хочешь там что-то вкусное приготовить, в морозилке мясо, на огороде овощи, готовь. В общем, мама у меня всю жизнь работала продавцом в магазине, вот в деревне, а папа много лет работал в Павловске горнообогатительный комбинат экскаваторщиком на огромном вот этом шагающем экскаваторе. А также параллельно они еще много чем занимались, выращивали картофель, проездили, продавали, перепродавали мясо, овощи. Ну, в общем, зарабатывали бесконечно и разными способами. Еще у меня есть родной брат, он на 5 лет младше меня, живет сейчас также в деревне, там же, где и родители. Ну, в общем, наверное, на сегодня хватит о себе. Если вам интересно, напишите об этом в комментариях. Я могу бесконечно рассказывать о своей жизни, о детстве, о юности, о моем муже, о детях. В общем, если интересно, я продолжу такие рассказы в следующих влогах. А сейчас давайте вернемся к пополнению запасов всяких расходников. Помимо покупок в фикс прайс, я еще заехала, забрала заказ в Фаберлик. И хочу вам показать, что заказываю уже много месяцев на постоянной основе. Ну, во-первых, это влажная туалетная бумага. Мне она очень нравится. Там есть несколько вариантов. Ну, я почему-то всегда беру детскую. Она гипоаллергенная и биоразлагаемая. То есть, можно бросать прямо в унитаз, не боясь. Затем, на постоянной основе уже тоже беру много раз. Это женские гигиенические прокладки. И ежемесячные, и на каждый день. Мне очень нравится. И упаковка удобная. То, что они в индивидуальной упаковке, в том числе и ежедневке. Удобно с собой куда-то взять. Ну, и они вообще классные. Дальше. Мицеллярную воду. Именно вот такую. Беру тоже не первый раз. Мне она очень нравится. Хорошо подходит для моей кожи. И дочь тоже ей пользуются. Прям советую. Дальше. Зубные пасты. Особенно вот эта. Вот эта линейка. Фаберлик. Мне она очень нравится. Вот эта паста плюс 200%. Она очень концентрированная. Ну, буквально горошинку нужно, чтобы было хорошее пенообразование. Она очень приятная на вкус. Ну, и вообще классная. Прям советую. И ополаскиватель для полости рта. Так же еще в этот раз решила взять уход для себя. Вот такие вот три средства. От линейки Эксперт. Именно вот с такой сиреневой полосочкой. Я уже брала один крем. Круговая подтяжка. Он как-то так называется. Мне он очень понравился. Теперь решила взять три средства. Вот сейчас я вам показываю. Это крем для век. С вот таким очень удобным, на самом деле, аппликатором. Также крем для лица и шеи. Круговая пластика. Вот как он называется. Мне он очень понравился. Вот так что я его повторяю. Теперь уже в комплексе. И сыворотка. Коллагеновая, активная. Тоже очень хорошая. Нелипкая. Прям тонким слоем классно наносится. Быстро впитывается. Ну, прям мне понравилось. И в этот раз, первый раз сделала. Это салфетки. Многофункциональные для уборки с бамбуковым волокном. Обалденные салфетки. Они и не как бумажные, и не как тряпичные. Что-то такое, знаете, между. Подходит и для сухой, и для влажной уборки. Их можно даже немного простернуть под водой. Они отлично полируют мебель, вытирают. Хорошо не оставляют следов. Ну, мне понравились. Еще они натуральные. Тут в рулоне 50 штук. Размером 25 на 25. Теперь все раскладываю по своим местам. Но всегда стараюсь иметь небольшой запас всех расходников. Чтобы не думать, есть у меня там, закончится завтра или сегодня, или нет. Я точно знаю, что ничего у меня точно, резко, неожиданно не закончится. И все, пол у меня тоже чистый. Коврики я стирала недавно. В этот раз я их просто вытряхнула, ну или даже выбила на улице, во дворе. И стилю на место. Ну и все, теперь у меня тут чистота и свежесть. Можно продолжать заниматься другими делами. И сейчас я приглашаю вас на второй этаж к нам в хозяйскую. Перемещаемся ко мне на кухню. И опять распаковка, теперь уже продуктовая. Сегодня действительно у меня влог распаковок различных. Ну, если пополняю запасы, значит и много паковок. И, соответственно, распаковок. Большая у меня тут закупка. Потому что, ну, мясо у меня есть. Как бы основное есть все в холодильнике. Вот купила немного овощей. Огурчики. Помидорки взяла, вот такие томаты коктейльные. Грибочки, вешенки. Ну, просто придумала там уже блюда, которые будут готовить в ближайшие дни. Мне понадобятся эти продукты. Лук зеленый. Фрукты еще взяла. Бананы, апельсины. Такая цена прям привлекательная была на эти фрукты. Я взяла два лимончика. Лимончики неказистенькие, но ничего, сойдут в чай. Дальше взяла филе бедра. Курицы. Прям такие хорошенькие. Колбасы вареные взяла. Хочу сделать окрошку. Сто лет не делали. Как-то зимой очень редко ее делаю. Ну и вот, что-то мы с мужем надумали приготовить. Ну и вот я взяла колбаску. Зеленый лук, огурчики. Ну, а все остальное это яйца вот еще. В общем, яиц два десятка взяла. Потом из молочки. Молочка взяла. Три бутылочки. У нас расходуется хорошо. Мы пьем кофе с молоком. Взяла два йогурта. Вот уже один остался. Вот я по дороге выпила сливок взяла. Тоже хочу сделать кое-какое блюдо. Вот затем сыра взяла. Два. Это наш местный производитель. Это Нила. Вот это какой-то зеллер. У них относительно новый сыр. Вкусный. Мне нравится. Шестимесячный. Вообще ароматный, вкусный. Ну и дюр. Дюр трехмесячный. Вот такие вот кусочки. Потом соусы взяла вот такие. Ну это торчится махея. Постоянно ее беру. Такой первый раз взяла. Мистер Бика. К сосискам и купатам. Мне понравилась упаковка. Вот. Потом взяла махея терияки. Соус. Ну я думаю, что скорее всего для маринада буду использовать. Ну а там посмотрим. Может быть он так очень вкусный. Вот. Ну и еще здесь хлебушек. Это в магните. Вот там внутри отдел выпечки. Это черный хлебушек с чесноком. Ну в общем, дубина черновый, белый. Беру часто с чесночком. Это чиабатта. Ну а это еще чай ромашковый взяла. Что-то все немного кашляют. Буду заваривать. Ну вот такая небольшая у меня закупка продуктов. Ну и еще у меня несколько покупок с Валберес для чистоты в доме. Это огромная канистра пятилитровая. Ну есть у меня такая слабость и любовь к большим объемам. В том числе и хозяйственных средств. Это средства для мытья посуды и антижир. Хоть и есть у меня посудомоечная машина, но все равно средства для мытья посуды использую часто и много. Этот гель от бренда ProNaturic. Он предназначен не только для мытья посуды, но и также для мытья рук, фруктов, овощей, детской посуды, игрушек. Гель отлично пенится, хорошо смывается. У него очень приятный запах, такой нежный. Я выбрала с ароматом арбуза. Нежный, еле уловимый, ненавязчивый. И объем целых 5 литров. Теперь мне хватит надолго. Храню в кладовке и по надобности наливаю в дозатор. Ну а средство антижир. Это средство, которое всегда есть в моем арсенале. Очень часто его использую для мытья газовой плиты. Я очень много готовлю. Вы все это знаете, даже судя по моим видео. Ну и соответственно, что-то где-то прольется, накапает, набрызгает. Ну и плита часто бывает с трудновыводимыми пятнами. Сегодня тестирую антижир ProNaturic. Нет сильного неприятного запаха, в отличие от многих чистящих средств. Хорошо очищает, удаляет пятна с поверхности полностью. Смывается водой. Вся бытовая химия от ProNaturic безопасная и экологичная. Линейка товаров постоянно расширяется. Мне эти средства понравились, могу вам рекомендовать. Ссылки под видео в описании. Все, что сегодня планировалось сделать, я сделала. Дома у меня чисто. Запасы пополнены. На этом я буду прощаться с вами на сегодня. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Вы поставите мне лайк, напишите комментарий в поддержку меня и моего канала. Ну а если вы еще не подписались на мой канал, приглашаю подписаться. Ну а на сегодня всем пока и очень скоро увидимся.